Гоу веган или стань вегетарианцем. Под таким лозунгом сегодня живет все больше сторонников зеленой, свободной от мяса диеты. Марина Абышкина примкнула к движению вегетарианцев три года назад. От онкологии умер ее родственник, и девушка решила подробнее изучить влияние питания на здоровье человека. В руки попалась книга о пользе вегетарианства, которой она вдохновилась. Марина – волонтер-активист и спортсменка, уверяет, новый стиль питания только придает сил для реализации всех планов, например, таких, как марафонский забег. Это настолько облегчает жизнь. Я просто перестала пить таблетки. Я сейчас, аптечка у меня прям, ну вот минимальный набор, там, йод-зеленка, уголь активированный, там, какое-то антибактериальное что-то и все. У меня нет каких-то проблем с вегетацией, сосудистой тонией. Вегетарианство – система питания, основанная на отказе от продуктов животного происхождения. У диеты много направлений. Кто-то не ест только мясо и допускает молочку. Тогда это уже лактовегетарианство. Ова-вегетарианцы против мяса и молока, но не против яиц. Веганы к пище относятся еще строже. Полный отказ от всего, что связано с животной пищей. Существуют и подвиды вегетарианства – сыроедение и фрукторианство. А также компромиссные формы диеты, например, полутарианство, когда допустимо употребление мяса птицы. Сегодня сторонников вегетарианства так много, что открываются магазины и кафе с пометкой «Веган» и целое производство альтернативной продукции. Вот вам на прилавке колбаса из растительных продуктов. В одной руке у меня докторская, пшеничная, а в другой полукопченая. Кстати, пахнет как самая обыкновенная колбаса, но с пометкой «Веганская» – никакого мяса. Впрочем, медики уверены, вегетарианство к оздоровлению организма не имеет никакого отношения. Ведь отказ от мяса и рыбы подходит скорее для лечебной диеты, так называемый детокс, который можно держать не более двух-трех месяцев, объясняет врач-нутрицолог Екатерина Познякова. Иначе обратный эффект. Через какое-то время у каждого по-разному, 5 лет, 6, 7, может быть 10, ресурсы организма у каждого разные, придет упадок и будет очень сильный провал по дефицитам, по дефицитам витаминов, микроэлементов. Потому что белок – это транспортный путь, транспорт, который несет все эти микроэлементы в жизненно важные органы. В моей практике такие случаи случались и не один. Мясо – лидер по содержанию белков и аминокислот. Без белка не усваиваются витамины и микроэлементы. Заменить его можно, объясняют медики, но не совсем полезно. В одной порции мяса, например, в говядине, белка в три раза больше, чем в гречке. Поэтому растительную пищу так или иначе придется дополнять БАДами. Вегетарианство – стиль жизни. Каждый прибегает к нему по разным причинам. Кто-то из религиозных побуждений, кто-то в оздоровительных целях. Споры о пользе и вреде в экспертном сообществе вряд ли в скором времени утихнут. В любом случае, выбор способа питания – личное дело каждого. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.